Дорогие друзья, с вами Валерий Бовсуновский, школа Валерия Бовсуновского. Программирование Python, Django, GC и многое-многое другое. Итак, сайт python-tut.ru Вы научитесь делать на Django социальные сети. Давайте посмотрим, что я сделал. Мне же надо было что-то сделать, чтобы вам показать. Ну, главная страница. Здесь можно нажимать, она будет кататься. То есть все основные моменты есть. Далее меню уже школы, курсы. Ну, в принципе, сначала давайте заглянем внутро. Войдем. А, ну я походу буду рассказывать. Просто я знаю, что очень много людей хотят программировать серьезные проекты, социальные сети, какие-то другие социальные аккаунты. Я делал, скажу так, что где-то сам писал, где-то брал приложение и переписывал, потому что всегда не хватает времени. Вот. И особо не ковырялся. Входим. Это первая версия 0.01. Вот такое небольшое получилось у меня небольшая вещь. Это аккаунт. Вот я взял, что говорю, что в школе сейчас буду рассказывать. Пинакс. Пинакс приложения. Да, они довольно сложные, но настолько профессионально написаны. Просто я все время читал, что Пинакс Пайтон. Что Пинакс лучше делись. Да, сложновато, но разобраться можно. Очень профессиональные, есть чему у них поучиться. Поэтому, чтобы не заморачиваться с аккаунтом, я взял Пинакс, потом создал еще аккаунт свой, чтобы к нему цеплять социальную сеть. Ну и дальше разные приложения сделал на первое время. Плюс форум. В общем, чтобы был минимальный функционал для развития. Так. Поехали дальше. Всему этому вы научитесь. Я к чему это рассказываю. Итак, ну понятно, будем учиться писать в кабинет. Здесь у меня куча задумок. Обмена информацией далее. Что может делать человек создать? Может новость. То есть вписывает новость. И как только он вписал, я не буду сейчас это делать, то после этого может о, видите, забыл разместить новости. Ну, ничего страшного. Сейчас я это исправлю, это мелочи. То есть появляются новости участников. Человек, допустим, может поделиться программным кодом, может поделиться любой какой-то вещью. Здесь можно нравится, не нравится. Здесь человек может кто создал, понятно, редактировать. Я, кстати, использовал в этом проекте три редактора. Я привык к SkyEditor. Решил выйти за его рамки, поэтому использовал и Tino MCE, и еще один редактор там какой-то хитрый. Может удалить запись. Далее значит, я могу посмотреть только свои записи. Просто в данный момент не подписан. Если человек зашел на мою запись, то он может подписаться. Будет два фолловера. То есть следить. Далее человек, который подписан, будет видеть в ленте активности все, что здесь происходит. Вот кто подписался, видит. Далее сделал закладки. Это люди, которые будут смотреть курсы, чтобы могли быстренько добавить закладку себе если им что-то понравилось. Далее можно создавать курсы. Модуль создания курсов. То есть выбираем по рубрикам, вписываем, описание сохраняем. Далее можно удалить свой курс. Далее можно добавлять уроки. При каждом открытии добавляется автоматом два поля. их можно удалить. не надо удалить. И управление контентом. Здесь мы использовали форум сет. форум сет. То есть множественные поля. Можно добавить контент, вставить видео с YouTube, просто ссылочку, либо прикрепить файл. но это я рассчитывал, что человек захочет допустим прикрепить положение. Ну и дальше уроки. Уроки можно перетягивать. Если дописал когда-то урок, значит можно перетянуть уроки. Далее смотреть курсы человек. Тут еще поиск надо дописать будет. То есть человек может перейти к курсу и уже смотреть либо скачивать файл, что ему надо. Я к чему вообще расскажу. А, ну еще форум. Форум. Вот тут еще один тип редактора. Я уже забыл как он называется, но просто решил присмотреться. Дальше редактирование. Изменение пароля. Профиль форума. я разделил на форуме, чтобы человек устанавливал одну фотографию. Форум чтобы был полностью независимый. Далее я мог перейти в панель управления. Здесь он может редактировать как свою учетную запись, либо отсюда сразу настройки форума, либо отсюда сразу изменить пароль. ладненько. То есть еще есть участники. Пока я и еще один я. Значит, если мы посмотрим на участника, то участник может видеть свои все новости. И также, если, допустим, перешли на участника, то можно на него подписаться и отписаться. То есть как подписался, что происходит, и уже мы можем наблюдать, что делает вообще участник в проекте. Это самое начало. Значит, что использовалось? Ну, давайте перечислим. Давайте перечислим. нужен средний уровень знания джанга. Как этого достичь? Сразу слушаем внимательно. Это не реклама, ребята, сейчас. Это говорю на полном серьезе. Значит, есть школа SPB-TUT, я ее называю SPB. Это школа начального и среднего уровня. Вы нажимаете получить логин и пароль, получаете пожизненный доступ и изучаете. здесь объединено как правило много сайтов, то есть вы попадаете в кабинет, здесь есть ссылочки, допустим, нажимаете на первую, это сайт Python с нуля. Вошли, сразу первые уроки, далее все дальше курсы. это для самых новичков. Здесь есть запись, с этого момента можно изучать Django. Далее поехали дальше Django изучать, уже писать первый сайт, например, человек прислал, сейчас покажу. спрашивать у нас в группе, в этой школе нету форума, здесь группа где-то. я к чему говорю, что все начинается с малого. Сделал практикум человек. Да, это небольшой сайтик, не в этом дело. Ребят, я всегда говорю так, все начинается с малого. Вот человек сделал, ему приятно, у него заработал. То есть смысл в чем? Смысл в том, что он уже, извините, закрою, понимает, как работает Django, что как создаются модели, как создаются URL, как создаются представления. Первый навык. И поэтому я не зря обращаю внимание на школу СПБ, вот так кабинет, по этому значку можно всегда переходить, что вы изучаете, изучаете и пишете первый простой сайт. У вас появляется первое понимание, как работает Django, то есть это начало, знакомиться со справкой и так далее, и так далее. И потом можно спокойно переходить уже делать вещи посложнее. Тем более, ну, понятно, что я разовью этот сайт и сделаю его покруче. Я же говорю, писал быстро, чтобы побыстрее начать писать уроки для вас. Значит, вот что я хотел сказать еще. Среда надо. Работаем мы пейчаром. Что здесь использовалось? Вообще, что надо изучать? и это все изучается и еще будет дополнительно изучаться в школе. Ну, понятно, что само Django, понятно, что без Python никуда, поэтому, кто не знает, те идут на SPB, для вас он будет вот так выглядеть только первый раз, и учатся, получают логин и пароль и спокойно шаг за шагом проходят. Значит, дайте, я так быстрее вспомню, Django, Python, но это безоговорочно. Далее, GC. GC, я вообще решил разобраться очень серьезно с GC, потому что в дальнейшем планирую показать, как делать проекты типа Instagram, где серверная часть будет написана Django, а мобильная часть будет на Kiwi написана, ну, как мобильное приложение, это классно. То есть, можно сделать абсолютно любой проект, добавить такого равного функционала, вот вам и готова социальная сеть, которая работает с мобил, именно для мобил. Вот там очень GC, хотя на GC мы все не пишем, в основном Jukeri и Ajax. Ajax, я в некоторых уроках рассказывал, это очень крутая технология для того, чтобы делать быстрые вещи. Какие быстрые вещи, такие, как подписка-отписка, то есть, по сути дела, вроде как ничего не происходит, на самом деле, часть страницы перезагружается, идея делает это Ajax, то есть, идет обмен сервером. Так, ну, что еще здесь будем над чем работать? Ну, по сути дела, вы видите, над чем будем работать. Будем работать над тем, чтобы сайт можно было совместно использовать. Понимаете, здесь смысл в чем еще? Ну, я много повторяю смысл, смысл один раз понять, как это делать, потому что, допустим, если взять пару лет назад, я сидел и думал, а как же люди в социальной сети пишут? Просто тогда не знал, с чего начать. Ну, а когда начал, то, по сути дела, за два месяца сделал. Ну, что входило в эти два месяца? Прямо я сидел и делал два месяца? Да нет. На самом деле, написал я, наверное, за неделю две. Потом что-то там где-то не работает, поэтому я просто раза три или четыре пересоминал, пересобирал. Ну, что значит пересобирал? Сначала писал, чтобы был просто основной аккаунт, пробовал, да, ну, вот как здесь, если панель управления, чтобы вот этот аккаунт был главным. Тогда начал прикручивать форум, что-то не так пошло, мне не понравилось. После решил, что форум надо сделать отдельно, чтобы его можно было потом дорабатывать и панель управления сделать отдельно. Вот это мне больше легло. Потом, как оказалось, что приложение немножко зависит друг от друга. Начал третий раз переписывать. Третий раз переписывал, уже делал таким образом, чтобы каждое приложение, и на это я буду при обучении обращать внимание, не зависело друг от друга, чтобы вот мы взяли приложение и могли его отдельно переписать, поработать над ним, ничего не путая. Этот опыт, он приходит намного позже, но я бы хотел, чтобы вы о нем знали сейчас. И, грубо говоря, уже когда четвертый раз собирал, я мне, наверное, ну, за неделю, ну, просто как не лень. Вот сяду, если есть настроение, то с утра и вот так до вечера делаю, 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 написал, сделал, сделал, и так далее, и так далее. Поговорим о вас. Давайте говорить прямо, что в интернет вы какие-то серьезные материалы не найдете, чтобы было последовательно, как написать, допустим, в социальную сеть, что для этого нужно. Новичок же вообще, он зачастую, вот как я себя вспоминаю, тыкаешься, как котенок, думаешь, вообще, что надо, что не надо. Я вам здесь перечислил, что будем изучать и чему вы научите. Значит, ну, Python, само собой, это однозначно. Далее, Django, само собой, это однозначно. Значит, далее, GC надо изучать, потому что он нужен и в мобильных приложениях, и, значит, веб. Вообще, GC можно использовать где угодно. Это не значит, что только там веб. Где угодно. А вот, с самого GC уже там выходит куча библиотек в виде, ну, типа, jQuery, AJAX, AJAX и другие, которые нам помогают. Далее, мы сюда подсоединим, вот я уже начал работать с визуализацией аккаунта, то есть, выводить графики. Далее можно подсоединять машинное обучение библиотеки. Мы в школе тоже потихонечку его изучаем. Здесь есть машинное обучение. Начало. Там, в принципе, все строится на библиотеке NumPy, Pandas, не Pandas, а пакетический пай, в котором можно собирать. Ребят, сейчас это лекция, это не занятие, поэтому просто я рассказываю, чему вы научитесь. Значит, что еще? Вот смотрите, будем говорить немножко и о продажах, а ну вот курсы, это понятно все. По сути дела, вот когда я делал вот этот сайт, я делал, решал одну задачу, чтобы человек научился программировать. То есть, все буду делать для того, чтобы человеку было удобно сохранить, поделиться, рассказать, обсудить именно кодом. То есть, сотни, сотни и сотни человек уже благодаря моим советам начали программировать. у меня большое количество недостатков, я плохо знаю английский, и когда выучу, не знаю, честно, потому что, как сяду за него, засыпаю, код открою, вот все, я живу. как открою английский, но все, мне скучно сразу. Поэтому, вот, рассказал. Значит, ну, как ориентироваться на этом новом сайте, здесь вам понятно. Я думаю, что разберетесь, но вообще, смысл следующий. Где он делся? Смысл следующий. То есть, понятно, что вы почитаете, покрутите картиночки, далее, можно посмотреть видео, далее, чему научитесь, суть школы, вот сюда я размещу все видео, они будут вот тут ссылочками, то есть, будут бесплатные уроки, чтобы понять мой стиль, и далее в школе будут платные, можно купить доступ, доступ будет стоить недорого, то есть, доступно каждому человеку. Итак, ребята, если вы ищите ответ на вопрос и вы хотите научиться программировать, то вы не первый, не вы последний. Если вы совсем новичок, повторяю, то идете в школу spb-tree-tut.ru здесь начальный и средний уровень, то есть, для того, чтобы делать более сложные вещи, надо понимать джанго, уметь разбираться в структуре джанго, уметь уже хотя бы на среднем уровне писать представления, писать модели, писать URL, все это подробно изучаем мы здесь, шаг за шагом торопиться не надо, быстрее не будет. Если вас интересуют более сложные проекты, а скорее всего, если смотрите видео, вас интересуют, то я вам показал реально написанный проект, в котором еще куча задумок, само собой, я их все воплощу, а совместно я быстрее хочу начать писать уроки, чтобы обсуждать код, и это будет интересней. Я уверен, что скоро вы будете зарабатывать программированием, это увлекательное, это восхитительное занятие, это прекрасное занятие, это действительно профессия нынешнего века, неважно, даже если вам за 40, и вы хотите программировать, программируйте, ребят, программируйте, уберите все отмазки, рано, поздно, сели и решили, вот сделаю, буду по чуть-чуть заниматься, и увидите, что придете довольно сложным вещам, и все будете уметь делать, вы знаете, ну, все, что я хотел сказать, я сказал, итак, это сайт python-tut.ru, вообще, в школе еще есть направление Android, но здесь, на этом сайте тоже будет, ну, как я говорил, Django с Android хочу скрестить, но, тем не менее, если нажать на spb-tut.ru, python for Android, это начало, далее, еще есть продавашков, это моя система продаж, продажами я меньше занимаюсь, людей мало, как-то интересует, больше программирование, то есть, школа, школу я веду несколько лет, и имею огромный опыт, мои уроки очень понятны, что еще вам рассказать, ну, моя цель была вообще показать вам, что лучше один раз, как говорится, увидеть, когда вы видите, что да, вот, есть новости, есть подписки, то есть, уже далее можно там планировать делать лучше там по дизайну и хуже, я говорю, что я делал быстро, но, когда вы поймете смысл, то вы четко поймете, что вы сможете это делать, потому что, по сути дела, во всех проектах совместное использование, это либо там по подписке, какой-то принцип должен быть, чтобы друг к другу связываться, либо с друзьями, я здесь друзей не делал, так как у меня немножко иные цели, цели у меня следующие, я, скорее всего, сделаю здесь теги, чтобы можно было найти, если, допустим, человек интересуется там Android, то он может уже набрать, будет в поиске, найти людей, которые тоже интересуются Android, с ними как-то стыковаться и уже вместе разрабатывать, им будет веселее, быстрее, то есть, я иду, все делаю к тому, чтобы было удобно, можно было научиться уверенно программировать, ну и последовательно, моя система всегда последовательная, все, ребят, спасибо за доверие, приходите учиться, все будет хорошо, все получится, с вами был Валерий.